Мы с вами подошли к очень интересной теме, в которой тоже много всяких замечательных нюансов, называется это учение мормонов о человеке, о человеке, ну и соответственно о грехопадении. Значит, давайте мы с вами снова вернемся в момент до начала нашей земной жизни, которую мормоны называют предземная жизнь. Отправной точкой мормонского учения о человеке является догмат о том, что разум человека не имеет начала. Десятый президент церкви мормонов Джозеф Филдинг Смит, я часто его цитирую, потому что он на самом деле был одним из самых интересных мыслителей мормонских в 20 веке. Интересных как раз в смысле попытки объяснить какие-то мормонские учения. Он говорил так. Возобладало учение о том, что материя была сотворена из ничего, но Господь провозглашает, что стихия вечная. Материя всегда существовала и, следовательно, всегда будет существовать. И духи человеческие, как и их тела, были сотворены из материи. В этом откровении мы обнаруживаем, что разумная часть человека не была сотворена, но всегда существовала. Были какие-то рассуждения и писались какие-то статьи в попытках объяснить, что же такое эти разумы или этот разум, но тщетно нам пытаться рассуждать об этом. Мы знаем, что разум не был и не может быть сотворен или создан, потому что Господь так сказал. Некоторые истины лучше оставить до тех пор, пока Господь не сочтет уместным открыть их в полноте. Отсюда мы узнаем два факта. Во-первых, материя всегда была, то есть материальная часть вселенной всегда была, и когда Бог творил землю, или солнце, или звезды, Он просто брал эту готовую материю и из нее лепил то, что Он считал необходимым. То есть творение экснихила, которое проповед христиане из ничего, оно не вмещается в мормонское богословие. И вторая вещь, которую мы узнаем отсюда, оказывается, и некие разумы, они тоже существуют вечно. То есть когда Бог на небесах рождал духовных детей, это тоже не было началом нашего существования. В виде каких-то существ под названием разума мы существовали еще до этого момента, какое-то бесконечное число времени в прошлом. То есть Бог на небесах со своей небесной женой взял наши разумы и поместил их в духовные тела, а потом взял наши вот эти разумы из духовных тел и поместил в физические тела, чтобы теперь мы имели земную жизнь. Отсюда рождается очень интересный вопрос. На Земле за всю историю существования прожило огромное количество миллиардов людей. Таких планет, как наша, на которых другие боги создавали цивилизации, их тоже очень много. Во Вселенной существует бесчетное количество квадрильярдов, пентильярдов, я не знаю, бесконечного множества людей, которые прожили свою земную жизнь на планетах. И все эти разумы никогда не создавал никто из богов. Они всегда существовали вечно. То есть где-то там во Вселенной существует бесконечный запас разумов, которые боги могут вкладывать в духовные тела, а потом еще помещать на Землю, чтобы они развивались и достигали божественного величия. Получается совершенно такая вот замечательная картина Вселенной без, даже не то, что безначальной, она какая-то просто вот слова даже мне как-то не найти. Она гораздо больше, чем можно себе представить или чем писать. То есть там в ней просто какие-то неизмеримые залежи вещей, которых мы даже понять не в состоянии. Вот. Соответственно, как я уже сказал, на небесах наши небесные родители, наш небесный отец, небесная мать облекли наши вечные разумы в духовные тела, сотворенные из некой духовной материи. Вот. Ну и потом, соответственно, мы с вами попали на Землю. На небесах наши духи обладали разными талантами и способностями, делились на мужчин и женщин, однако национальное и расовое деление не существовало. То есть на небесах не было финнов, украинцев, евреев, немцев, гаитян и филиппинцев. Вот. На небесах все были одной национальности и не было черных, белых, зеленых и прочих. А на небесах все были только мужчинами и женщинами, а в остальном они все были братьями и сестрами и детьми своих небесных родителей. Некоторые духи, видимо, наиболее выдающиеся, были заранее избраны для того, чтобы в родивших земных телах стать руководителями церкви на Земле. То есть вот те люди, которые в мормонской церкви занимают выдающиеся посты, их еще там, в земной жизни, уже небесные родители отобрали для этой цели. То есть они заранее для этого приспособлены. Все духи унаследовали от небесных родителей способность развивать присущие им божественные качества. Но беда в том, что в небесном доме, где нет никаких проблем, эти качества нельзя развивать до бесконечности. И поэтому, как я уже говорил, нам необходимо было пройти вот эту вот школу земной жизни, чтобы здесь наши божественные качества окончательно развились и чтобы здесь мы окончательно выбрали добро или зло. И вот тут как раз появляется совет богов, на котором бог объявляет, что он собирается создать вселенную и наполнить ее своими детьми в физическом существовании. Мы уже с вами говорили о том, что Люцифер предложил план, который боги отвергли. Люциферу это не понравилось, он поднял на небе восстание, увлек за собой одну треть всех духов. И наказание, которое последовало для всех этих духов, которые пошли за Люцифером, то, что они никогда не получат тел, но они стали бесами, духовными сущностями, которые вредят на неживущим. Еще одна треть духов, она встала на сторону Христа, на сторону Иисуса, Его в этой духовной битве. Это те самые люди, которые сегодня рождаются на земле, в обычных европейских семьях, в людей с белой кожей, грамотных семьях. То есть, нормальные человечки, какие-то условия у них есть. Но была еще какая-то часть духов, которая в этой небесной битве решила не участвовать. Да, они просто решили отсидеться. И за это Бог их тоже наказал. И наказал очень серьезным образом. Эти люди рождаются на земле с темным цветом кожи. То есть, все чернокожие и краснокожие, это люди, разум или духи которых там в предземной жизни, были недостаточно доблестно, или которые вообще не захотели участвовать в этой небесной битве между Люцифером и Еговой. По поводу монголоидной расы или по поводу китайцев, честно говоря, я не знаю, о чем говорит желтая кожа. К сожалению, мормонское учение никак не комментирует этот факт. Может быть, это тоже какая-то градация людей, которые тоже где-то там оказались немножко более ленивые, чем европейцы. Но те люди, которые воевали на стороне Егова, они все окажутся в семьях с белой кожей. А те, которые были особенно доблестны, они получат еще и награду. Они родятся в семьях мормонов. И будут с самого детства иметь возможность расти в истинной вере. И у них, соответственно, будет гораздо меньше шансов выбрать зло, а не добро, потому что они изначально будут расти в таких привилегированных условиях. Вот что пишут по этому поводу тот самый десятый президент мормонской церкви Джозеф Филдинг Смит. Есть причина, по которой один человек рождается черным и в прочих неблагоприятных условиях, тогда как другой рождается белым и в очень благоприятных условиях. Причина заключается в том, что некогда до прихода сюда мы жили в другом мире и были более-менее послушны законам, которые были нам даны. Те, кто там был верен во всем, получили большие благословения здесь. А те, кто не был верен, получили меньше. В войне на небесах не было нейтралов. Все стали на сторону либо Христа, либо Сатаны. У каждого человека там был выбор, точно так же, как они после смерти получат воздаяние за дела, совершенные в теле. Негр, очевидно, получает воздаяние, которого заслуживают. В прошлом лидеры мормонов называли темную кожу негров и красную кожу индейцев наказанием за недостаток доблести во время духовной войны на небесах. Именно поэтому в мормонской церкви на протяжении очень долгого времени люди хотя бы с небольшой примесью негритянской или индейской крови не могли быть носителями священства, не могли пользоваться храмами, то есть не имели права потом стать богами, потому что без храма это невозможно. А было какое-то время в истории мормонов, когда считалось, что смешать кровь белого человека с кровью негритянской это вообще страшный грех, который нельзя смыть иначе, как собственной кровью. И поэтому были моменты, когда на самом деле людей расстреливали за то, что они осмелились смешать свою кровь с кровью чернокожих. И фактически мормоны последними изо всех раба, ну владельщики, наверное, не совсем правильно, но тех людей, которые предполагали расовую сегрегацию, изо всех людей на земле, которые верили в то, что есть высшие расы и низшие, мормоны последними, наверное, отказались от веры в то, что негры являются какой-то более низшей расой. То есть, по сути дела, уже только в конце 20 века мормоны стали говорить о том, что негры имеют возможность, имеют право получать священство и пользоваться храмами наравне со всеми людьми. И я читал воспоминания людей, которые жили в то время, когда мормоны впервые объявили о том, что негры теперь могут иметь священство. И они говорили о том, что это было потрясение, как тайфун или цунами. У них как будто земля из-под ног ушла, потому что на протяжении 150 лет мормонская церковь говорила, что это нельзя, что это категорически невозможно. И вот теперь им открыли такую возможность. Но интересно то, что учение об этом, оно до сих пор присутствует в писаниях мормонов. И несколько лет назад вдруг об этом вспомнили. И негритянские члены церкви, которые уже являются носителями священства, которые уже ходят в храмы, они опять очень сильно обиделись за то, что теперь они уже священники давно, и у них уже все хорошо. А в книгах мормонских до сих пор написано о том, что они потомки вот этого кайного племени, потомки тех людей, которые там на небесах, значит, нехорошо себя проявили. Вот такая вот любопытная история у нас получается. Учение грехопадения, которое проповедуют мормоны, оно тоже совершенно необычно. Я говорю, каждое учение мормонов, в нем есть какая-то такая вот изюмина, которой нет больше ни у кого. Смысл необычности учения мормонов о грехопадении заключается в том, что грехопадение на самом деле было замечательной вещью. Это было очень полезное для человека событие. Потому что без грехопадения развитие дальнейшего человека на земле было бы невозможно. Потому что человек остался бы в том своем первозданном состоянии, не зная ни добра, ни зла, и у него не было бы причин делать выборы нравственные между добром и злом. Он так и остался бы неразвитым. Но из-за того, что Адам пал, сегодня у нас есть возможность развиваться дальше. Один из помощников мормонских руководителей, его звали Стерлинг Стил, когда-то сказал очень интересную фразу, которая стала как бы таким, не девизом, а как бы навязла на ушах. То есть люди ее хорошо знают. Она такая распространенная, расхожей стала. Он сказал, что Адам упал вверх. То есть его падение, оно было для нас очень хорошо. В книге Мормона, вторая книга Нефия, вторая глава, 22-25 стих, об этом говорится очень интересным образом. И ныне вот, если бы Адам не согрешил, то не пал бы и остался бы в саду Эдемском. И все, что было сотворено, должно было остаться в том первобытном виде, в котором оно было создано. И так должно было остаться навеки, не имея конца. И они не имели бы детей, а потому оставались бы в невинном состоянии, не имея радости, ибо не знали бы горя, не делали бы добра, ибо не знали бы зла. Но вот все было создано по всеобъемлющей мудрости Бога. Адам пал, дабы человечество могло быть, а человечество есть, дабы иметь радость. Адам пал на благо всего человечества. Самое неприятное во всем этом деле то, что первые мормонские пророки и президенты, в частности, Бригам Янг, говорили о том, что Адам, который пришел в Эдемский сад, был никто иной, как сам Бог-Отец, который пришел сюда с одной из своих многочисленных жен для того, чтобы положить начало человеческой расе. Мормоны сегодня не верят в это учение. Они объявили его фактически ересью. Но был, по крайней мере, один президент мормонской церкви, который в это верил, который это исповедовал и проповедовал это в своих выступлениях и речах. Когда речь заходит о поступке Адама, грехопадение Адама, мормонские богословы оказываются в очень трудной ситуации, потому что, с одной стороны, им нужно показать, что это было позитивное решение, с другой стороны, все-таки это вроде как бы было отступлением от Божьей воли. И поэтому приходится изобретать очень сложное объяснение, чтобы придать всему этому учению какой-то приемлемый вид. Вот, например, они объясняют, что поступок Адама нельзя расценивать как грех, хотя он и был преступлением или нарушением закона. Апостол Джеймс Телмодж поясняет, что после того, как Ева поддалась на уговоры сатаны и согрешила, Адам оказался перед трудным выбором. Оставаясь бессмертным, он не мог продолжать жить со смертной женщиной, но в таком случае он нарушил бы первую и большую заповедь плодиться и размножаться. Послушавшись жены и вкусив от запретного плода, он стал бы смертным и смог выполнить заповедь, но нарушил бы прямой божий запрет. Адам сознательно и мудро решил придерживаться первой и большей заповеди, то есть плодиться и размножаться, и таким образом с пониманием того, что он делает, также вкусил плод, росший на древе познания. То есть он, конечно, нарушил божью волю, но дело-то ведь это из хороших побуждений, и поэтому грехом то, что он сделал, назвать вроде бы как уже и нельзя, говорят мормонские богословы. Главным следствием падения Адама и Евы было то, что божий замысел в отношении человеческого рода исполнился. Благодаря их падению мы благословлены физическими телами, правом выбора между добром и злом и возможностью достичь вечной жизни. Ни одна из этих привилегий не была бы нам дана, если бы Адам и Ева остались в саду. Поступок Адама имел для человека определенные последствия. Человек стал смертен, человек стал отделен от Бога, мормон называет духовной смертью. Его плоть стала подвержена искушениям, страданиям и болезням. Но поскольку Адам все-таки как бы не согрешил, церковь мормонов отрицает существование первородного греха, как вины, которая лежит на всех потомках Адама и Евы. То есть, раз Адам не был ни в чем виноват, значит, его потомки тоже вроде как ни в чем не виноваты. В книжке одного из мормонских апостолов можно прочитать такую фразу «В истинном Евангелии Иисуса Христа нет первородного греха». Нет первородного греха. Вот такая вот замечательная вещь получается. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Теперь давайте мы с вами переместимся из предземной жизни в нашу земную жизнь. Посмотрим, что происходит дальше. Согласно учению мормонов, на пути из предземной жизни в земную жизнь каждый дух, который помещается в человеческое тело, проходит через так называемую завесу. Завесу. Помните, да? Проникая во внутреннейшее за завесу в Библии. Вот как раз об этой завеси идет речь. Эта завеса, это не совсем понятно что, но когда наши духи проходят через эту завесу, вся наша память о предземной жизни стирается. То есть, мы попадаем на землю совершенно невинными, совершенно ничего не помнящими о своей предыдущей жизни. Мы не знаем, чем мы там занимались, не знаем про небесных родителей, не знаем про войну между Люцифером и Еговой, не знаем про Великий Совет. Мы вообще ничего не помним. Мы рождаемся сюда с абсолютно чистым сознанием. Начинаем все с нуля. И поэтому мы можем совершенно свободно выбирать между добром и злом. Целью нашей жизни на земле является как раз совершение свободного выбора между добром и злом, между законом Бога и искушением сатаны. Соблюдая заповеди, мы становимся более верующими, более мудрыми, наш характер крепнет, и нам становится все более просто принимать правильные решения. Вот что по этому поводу пишут мормоны. В этом падшем состоянии внутри нас происходит конфликт. Мы, духовные дети Бога, потенциально способные стать причастниками божеского естества. Однако мы не достойны Бога. из-за падения наше естество навсегда стало нечистым. Мы должны постоянно стараться преодолевать неправедные страсти и желания. И вот в таком вот варианте с абсолютно чистой памятью, но находясь вот в этом падшем теле, который подвержен искушениям, который стареет и умирает, мы с вами оказываемся на земле. И перед нами открывается безграничная возможность на протяжении 60, 70 или 90 лет своей земной жизни достичь какого-то прогресса на земле, мудро выбирая между добром и злом, между праведностью и неправедностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok